Приветствую вас. Я думаю, что совершенно очевидно, что вам, прежде чем строить отношения с человеком, нужно разобраться в себе, восстановить свою самооценку, сделать себя более устойчивой, сделать себя более такой самобытный, самодостаточный, чтобы не было у вас такого момента, что мы ругаемся без причины, просто на ровном месте, чтобы у вас такого не было. Это очень важно для того, чтобы ваше отношение действительно сохранить, потому что в противном случае, даже если вы сойдете, даже если вы померитесь, то все равно будут проблемы. Дальше. Вы пишите. Живем с молодым человеком вместе два года, ссорились часто. Из-за чего? Какие причины для ссор? Очень важно понять, из-за чего вы ссорились. Очень важно понять, как вы мирились, принимались ли решения какие-то после ссоры и так далее. Потому что если решения не принимались, то получается, что ссора вам для чего-то нужна. Например, как в психологической игре скандал. Можете почитать об этой игре в интернете. Дальше. Что-то тянуло друг к другу. Понимаете, здесь вы противоречите сами себе, потому что тяга друг к другу и любовь, это разные вещи. Тяга – это потребность. Тяга – это нужда, нуждаемость. Вы нуждаетесь. Вы нуждаетесь в человеке. Знаете, вот что такое тяга. Вы нуждаетесь в комнате, вы нуждаетесь в частности в человеке. Вот. А, собственно говоря, значит, любовь, собственно говоря, любовь – это совсем другая история. Любовь подразумевает то, что вы хотели бы, например, для себя. Понимаете? Любовь – это то, что вам, собственно, нужно. Понимаете? Любовь – это то, что вы можете человеку дать, отдашь. Вот. Вот что такое любовь. Понимаете? Вот. Поэтому это очень важная история. И важно все-таки разграничивать этот момент. Там это, значит, ну, одно от другого сильно отличается. Вот. Дальше. Идем. Значит, а что вы пишете? Дальше. Раз постоянно случались внезапные ссоры, от одного слова могли вывести скандал. Но, знаете, здесь у вас нет личной ответственности. То есть, ссора случается по причине двух людей. Ну, двоих людей. Ссора получается из-за двоих людей. И если вы ссорились, значит, на это были отмывания, в том числе и у вас. Если вы ссорились, значит, и вы, в том числе, вкладывали свою ответственность за то, что ссоритесь. То есть, вы сами вносили свою лепту в ссору. И, поскольку к нам обращаетесь вы, а не другой человек, то очень важно, чтобы вы же сами, чтобы вы же сами для себя. И определили, почему именно вы ссорились, из-за чего именно вы ссорились, или ссорились, или ссоритесь. Вот. Вот это важный момент, на который вам необходимо для себя ответить. То есть, не просто так вот, типа, да, что, ага, значит, ну, что вот мы просто ссорились и всё. Знаете, нет. А именно, именно определить для себя, почему я, почему я ссорилась сама. Да, из-за чего я сама ссорилась. Что побуждало меня ссориться. Знаете, вот это очень важная история. Если мы хотим в эту ситуацию разобраться. То есть, что-то вас мотивировало вести себя именно так, как вы вели. Игнорировать это, на мой взгляд, ну, ни в коем случае нельзя. Потому что, опять же повторю, даже если вы будете, значит, с человеком в отношениях. Даже если вы, ну, помиритесь с ним. То всё равно, так или иначе, значит, ситуация будет складываться так, что те объективные причины, по которым, по которым вы ссорились с ним, они всё равно будут влиять на вас. Дальше. Так, я собиралась и уходила много раз. Для чего? Для чего? То есть, знаете, если вы собираетесь и уходите много раз, это уже ничего не значит. Это проражается в образ жизни, по сути. Дальше, Виктория, вы пишите, что человек вас возвращал. Тоже довольно, ну, такая любопытная вещь, в том смысле, что, ну, что значит, что значит возвращал. Вы сами принимали решение. Вы сами принимали решение к нему возвращаться. Вот. Другое дело, почему? Вот. Почему вы возвращались? Что он вам обещал? Опять же, принимали ли вы какие-то решения? Возвращались. Насколько легко было ему вас возвратить? Дальше. Но при этом над своими оскорблёнными и испильчивым характером он не работал. Так, а почему вы считаете, что он должен работать? Только. Отношения от системы. И работать нужно и вам тоже. Почему только он? Дальше, значит, 10 милый, 20 милый, 20 милый, 20 милый, 20 милый, 20 милый. Ну, опять же, ну вы ругаете с того, Виктория, с того, вы тоже ругаете. То есть, в этом смысле, вы получили себя тоже спильчиво. Так начните себя сперва. Всяко проще себя поменять, чем другого. В один день мы поругались, потому что он без предупреждения оставил меня вечером дома и усел гулять до пяти утра с другом. Меня это расстроило. А чем это расстроило? Почему вы расстроились? То есть, опять же, да? Нет, здесь у вас личная ответственность за то, что вы чувствуете, за то, что вы переживаете, за то, что вы хотите. Нет, личная ответственность. Вы ее такое впечатление, да, что не несете. Так, я переселилась от него в другую комнату и на протяжении четырех дней меня общались. Почему? Из-за чего? По какой причине? Я уехала домой без вещей. Опять же, зачем? Почему вы уехали без вещей? Он звонил, разрывая телефон, я не брала трубку, по сути, надеюсь, что он приедет. То есть, по сути, вы пытались, значит, человеком проманипулировать. Ну, если я вот правильно вас понял. Вы пытались человеком проманипулировать. Дальше. Так, идем далее. Так, без предпочтения оставил. Так, надеюсь, встретить. Потом уже я приехал за вещами в семье, ибо если за неделю не случилось, ничего, дать нечего. Ну, в принципе, окей, пусть будет. Позиция. Хорошо, позиция. Это ваша позиция, супер. Да и вещи нужнее. Он оказался дома, не повернул, что я уезжаю, предложил вещи испустить, а соналёт не стал, знал, что заедут мои не очень понятно, что вы здесь написали. Опять же, вы ведете речь свою, свою речь, вы ведете так, как будто ждете от него, что он будет вести себя как-то по-другому. Такое вот у меня сразу впечатление, что вы ждете от него, что он будет вести себя как-то иначе. Не так, как вот, ну вот, как он себя вел. Дальше. Значит, потом начал гулять с друзьями, звонил встал два раза в неделю, а должен был больше, особенно, если честно, что вы расстались. Ну, начал гулять с друзьями и что. А потом вообще перестал, опять же, да, тот же вопрос, а должен был не переставлять. При этом у нас был разговор в переписке, что он меня любит. Так. У вас был разговор, что он вас любит. Ну, хорошо, любит. Сейчас налаживает свою жизнь, найдет работу, мы допрыгаемся снова. С каких пор отношения стали условными, Виктория. То есть, без работы и без налаженной жизни он вам не нужен. Странная любовь. Несколько. Дальше. То есть, нет, я допускаю, что вы не хотите быть человеком без работы, окей. Но, когда любовь это не называть, это что-то другое, это не любовь. Эм, так. Вы знаете, по сути, мужчина увидела, да, что вы будете с ним только при условии, и ему это известно не понравилось. Эм, сказалось, что никого не ищет, никто ему не нужен, что скучает. А мне казалось странным, что вот, когда вы еще типа были вместе, да, когда вы только вот были у родителей, он, зная, значит, ну, почему вы уехали, да, он не мог этого не знать. Эм, в общем-то, скучая, он даже не попытался к вам приехать. То есть, вас это не настораживает. Эм, как минимум. Дальше. Эм, значит, так. Потом два дня назад молчал, два дня снова молчал, позвонил уже я и сказал, что скучаю. Зачем? Зачем вы позвонили? Я слышал, что он улыбается, говорю, да ты что, отчего? Ехала тогда, мне показалось это наглость, я уже много раз говорил, почему он делает вычистое, а сама приняла решение отойти без причины. Ну, правильно, вы сами приняли решение. Причина была, но решение приняли вы. Опять же, вы не хотите брать ответственность. А если ты сказал, что, я тебе сказал, еще раз уйдете, возвращать не буду. Слушайте, ну, вот эта вот формулировка, да, что возвращать не буду, возвращать, это, мне кажется, она подвигает на самостоятельный человек. Ну, мое мнение такое. А потом он снова позвонил, снова поругался, когда бросил, почему-то уехал. Ну, опять же, да, Виктория, то есть вы, вы ругаетесь, вы вы ругаете. Вот почему вы ругаете? Вы на него как бы, вы его как обвиняете, но вы-то ругаете сами, сами из-за чего? По какой причине? Дальше, так, я осознаю, что я эстеричка. Эстеричка вы можете быть только по диагнозу врача, ээ, психиатра, либо клинического психолога. С другой стороны, если вы замечаете у тебя признаки, признаки стероидности, это еще не означает, что вы эстеричка, но это означает, что вам нужно работать в этом направлении. Да, как минимум. Как минимум. Дальше. Мне не хотелось бы разрывать, эээ, разрывать отношения и еще помириться. Почему не хотелось бы разрывать и как помириться? Прошло, прошло уже месяц расставания и три дня от последнего звонка. Я обиженно переживаю, если его кто-нибудь смотрит, так это кончится отношение, без точки, с вами будем вместе, я тебя люблю. С чем, с чем связано ваше призывание, конкретно ваше, с чем оно связано, вот, почему вы призываете. Это сложно осознать, какой смысл им был, ему это говорить, нет. Эээ, легче, легче и правильнее будет понять, что для вас это значит. Кстати, первый хочу, но боюсь сделать шаг, я смог показать себя слабо в неверных своих действиях. Все так, только, опять же, если вы что-то делаете, делайте не для него, не для себя. Не могу понять, как быть, чтобы что, забывать и ставить точку или сдать чего-то от него, ну, сдать чего-то от него точно не стоит, а у человека своя жизнь, как бы. А забывать и ставить точку тоже вам решать. Наверное, моя низкая самооценка меня тоже подбивает, мне кажется, что другой, наверное, хотел написать ему лучше, чем со мной. Ну, то с низкой самооценки нужно работать, нужно ее повышать. Наверное, потому что, потому что я, правда, прогибаю полковые отношения, не могу без уважения к моему мнению давать свободу. Ну, с ответом тоже нужно работать в свою историю, обращайтесь. Личными границами уверены, что в себе самооценка нужно работать, нужно работать. А, на этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку «Гудро помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok